Друзья, хочу посоветовать вам отличный канал моего друга и коллеги Димы Елина, он же раньше Стилка, а теперь 2D Тенгу. Если хочешь поднять отечественный аниме-блогинг с колен на табурет, подпишись. Он недавно вернулся к бурной деятельности, и это очень важно для него и, соответственно, для меня. Заранее спасибо. Хронология событий Джо-Джо, часть вторая, лихие 70-е, Стардаст Крусейдерс и предыстория Diamond is Unbreakable. Сперва работа над ошибками и такие скользенькие моменты, которые меня в некотором роде удивили по комментариям с прошлого выпуска. Много комментов было из-за того, что люди не расслышали, хотя странно, ибо я специально наделал несколько дублей, штук 5-6 где-то, чтобы было максимально четко слышно Дьявола. Именно Дьявола А. Потому как, ну, Дио считает, что Дьявол истинное зло, и не хотелось постоянно произнести его имя, мало ли, ну и плюс тавтология, все дела. Теперь про Карса. Тут, да, я тупанул и просто забыл прочекать Википедию, так что да, мой косяк. Калеб, автор оригинального видео, скорее всего хотел отшутить на тему, что Карс не мог знать, как выглядят и звучат, и вообще о самом существовании электрогитар в принципе. Отчего сам момент становится дико странным, на котором можно пошутить. Оставим это на совести Араки. В остальном, вроде все пристойно. Я вас услышал, спасибо за комментарии. Сюда тоже понапишите обязательно, отстреляйтесь лайками и прожмите колокольчик, это очень важно, если вы не хотите пропустить следующую часть. Итак, в первой части мы отсмотрели период, начиная со 100 тысяч лет до нашей эры, до аж на 1969 года. Оттуда дальше и рванем. Поехали. Помните, я говорил, что мы еще вернемся к Смоке Брауну? Так вот, наш маленький паренек вырос, и в 1970 году жители Джорджии выбирают его своим мэром. 1971 год. Великий морской исследователь, молчаливый в отрочестве и разговорчивый во взрослой жизни. Венец с элекцией семьи Джостеров, если не считать Джозефа, Джорна, да и в целом все, кто в манге был после. Великий Джотро Яре Яре Куджо. И его сверстник, хотя я не понимаю, как картонка умудрилась расти и развиваться как человек, мистика. Короче, где-то тогда же на свет вылупился нарядки Кокьоин. Массаза Кенота, что любил посиживать на спине Рохана, родился в тот же год. 1972. 5 июня на свет божий появляются Энри Капучи и Уэзер Репорт. Также стоит упомянуть про трагедию Весса Блюмарина, что родился и умер в тот же день, почитайте Стоун Оушен, а то я так максимально близок спойлеру сейчас. Хотя, по сути, все это видео из них состоит, но тем не менее. 1974. Сицилия. Рождается Ризотто Неро, обладатель Сутанда Металлика. Е-хей! 25 июля. 8-летний Йошикаги Кира спокойно себе отдыхает в летнем лагере, не представляя, какая ненависть его ждет. И не спорьте, это очень важно для хронологии. Когда-то в 1976 году родился слепой мастер Джангале Эй. 12-летний Анджера Катагири, помним его, попадает в колонию для несовершеннолетних. Приземлил его туда небезызвестный по первой части Рёхе Хигашиката. 1977 год, 10 марта, родилась мать, тут я ставлю кавычки, бэйби-фейса Анита. Попутно Жан-Пьер Полнорев тренирует свой стенд, женится мамка и папка Бучи Лати. За 22 года до начала четвертой части частная старшая школа Будагаока начинает принимать учеников города Эс. Родился гнусный аферист неприятной наружности Тамами Кабояши. Какой жон, мерзкий. В Гренландии парочка исследователей умирает через 48 часов после того, как они очень-очень зря потрогали тот самый метеорит, что спокойно полеживал себе в вулкане. Родился великий мангака, остряк и дамский угодник Киши Бе Рохан. Лично мой любимый персонаж из четвертой части. Чтобы хоть как-то запомниться, в тот же год рождается Ди Эн Джи. Морио начинает развиваться и разрастаться, готовясь к четвертой части. Ну, вы понимаете. Родился так себе коп, так себе член банды Бучи Лати, но зато дико харизматичный, твердый. Мастер заваривать охерительный чай? Нет, нет, я не буду плакать. Леон и Абакю. 27 сентября родился мастер пикапа посредством языка Бруно Бучилати. Жгучая фиолетовая рок-звезда засверкала впервые в нашем мире. Родился Акира Атаиши, владелец стенда Red Hot Chili Peppers. Родился Гучо. Ладно, беру свои слова обратно. Вот он, мерзкий. А примечательный год-то получился. Однако, я только в то время Олимпиаду 80 помню. 1981 год рождения Кейдж Нишимуры, обладателя реально крутого сутанда Bad Company. Ну, а еще он брат Акуясу. А также Ташиказо Хазамада со стандом Surface. 14-летний Чоколадто добровольно вызывается помогать престарелым жителям, а жена мэр дает на это добро, целый грант под это дело делается. После чего, ну, почитайте мангу, чтобы понять, что свое скотство он культивировал с молодых ногтей. В 1982 рождается Аяна Хиросе, старшая сестра Коичи. В Лотарингии, оригинальный владелец Танда Survivor, становится причиной смерти шести альпинистов. Теренс Ти Дарби выбивает все дерьмо из своего брата Дэниэля за то, что тот попытался увезти его девушку. Эти Дарби! Джозеф в возрасте 65 лет изменяет своей жене стомоку Хигошиката, которой на то время было примерно 20. Кстати, если посчитать, то получается, что Джозке был зачат примерно в сентябре, 27-го числа которого, как мы помним, опять же по первой части родился сам Джозеф. Калибон предполагал, что это был просто заезд на вечеринку, которая принесла вот такие неожиданные плоды. Но это все, конечно, догадки, ибо Джозеф британец, американец, ну, вы поняли. 3-е декабря родился Гвидо Миста. Ха! Если бы 4-го, то все могло бы пойти попиз... Ну, ну, вы поняли, да, да. Что ж, а теперь нас ждет еще один довольно насыщенный год в истории Джоджо. Поехали. 1983-й рождается Джозкий Хигошиката. Его мать, к слову, в это время учится в одном из токийских университетов. Неплохо. Учиться, 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 учиться. А в наше время выходит альбом Deep Purple Purple Haze. Кто бы мог подумать? Ладно, на самом деле это уже которая отсылка к принцу и его Purple Rain, который был записан тоже в 83-м. Родился главный и угарнейший хулиган всей истории Акуясу Ниджимура. Люблю его. Акуясу Ниджимура. Акуясу Ниджимура. Акуясу Ниджимура. Акуясу Ниджимура. Акуясу Ниджимура. Выбросили в окно чем с последней минуемой кончины. И да, я понимаю, что сначала Кира разобрался с родителями и собакой, но думаю, именно первой значимой для него была, конечно же, Рэйми. Не зря свою роль она еще сыграет ближе к концу всей этой трагически печальной истории. Наш любимый туннель Футоцумори реставрирует. Родился Вивиана Вествуд. За 18 лет до вступления Джорна в Пассионы рождается ее лейтенант. И самое главное в этот год Дио просыпается от столетней спячки, ибо его гроб так удачно нашли таки у Канарских островов. Неплохое место, кстати, выбрал для отдыха. 1984, 28 марта в 6.27 утра родился Кои Чехироса, что известен как единственный персонаж Джоджо точное время поминутно и место рождения мы знаем абсолютно точно. Шутка, он клевый. Судьбоносная встреча Мухаммеда Абдула и Джозефа Джостера. В то же время Джей Гайл насилует и убивает Шерри Полнорев. Сестру сами знаете кого. 22 сентября 23.15 в Калифорнии Дэниел Джей Дарби побеждает Стивена Мура и забирает его душу. Твоя душа принадлежит мне. Вот нахрена к таким моментам точные даты и время? Почему я до сих пор не знаю, когда мне нужно выпить за днюку, скажем, ну, той же Рэми Сугимота? Приходится 13 августа и не чокаясь. А то так бы точно можно было учредить Всемирный день французского поцелуя на ее день рождения. Эх. Тюрьма Гриндолфин Стрит или просто аквариум перестраивается после пожара. Изменения, внесенные в план этажа, порождают призрачные комнаты, что очень удобно для стенда Эмпория Burning Down the House. Рождается Минору Кагамари за 23 года до Митсу Кобизака. Жуткая еще одна. Тьфу. Также рождается Молния Маквинн. Я не шучу. Тандер Маквинн. 1985-й. В больнице Неаполя родился знаменитый деятель неуверенного шага Панакота Фуга. 16 апреля еще один великий потомок великого блондина, что тоже блондин, родился. Джорно Джованно, вкусный, как лжец. Кстати, на англоговорящей вики его почему-то обзывают Харуна Шообана. В чем смысл? Не знаю. 8 июня в Камуне на Искье Италия родилась Стриж Уна. Морозный июнь 1985-го года, где-то после 25-го числа, Дьяволу, 19 лет, делает то самое злосчастное фото Донателлы Уна у Коста Смиральда в Сардинии, который впоследствии приведет к непоправимым событиям. 1986-й год. Родился Донателло Верусасу. Блин, я теперь разрываюсь, кого из них на донат оставить. 17-го мая Дэниел Джей Дарби штоп его выигрывает душу Майма Шоузу путем естественно азартных игр. Дьявола объявляют пропавшим и предположительно погибшим в пожаре, но мы-то знаем правду. Дьявола все те же 19 лет находит 6 стрел и лук, погребенные в Египте, и продает 5 из них старухи Энии. Энии Гайл, чтобы было совсем понятно. В Европе настоящую Сутанда Дио пробуждается после контакта со Стрелой и Луком, в то время как фонд спидвагона занимается важными делами, надо подумать. Пробуждается также и Стэн Джозефа, какое совпадение. Полнарев встречается с Дио, не в смысле, ну, вы поняли, первые встречи просто происходят. Хотя вроде все поняли, что в прошлом видео это была шутка про людей из колонн, и никто ни на ком жениться по итогу не собирался. Люблю вас за понимание. Поставьте, ладно, об этом я уже просил. Дальше. Грей Флай убивает 300 человек в авиакатастрофе. Не прет в Джоджо с самолетами, что-то. За 15 лет до встречи с бандой Бучилати Полнарев начинает расследование по дьяволу. 1987 год. За два года до того, как отец Акаясу Кейджи мутировал в непонятное и отвратительное, от болезни умирает их мать, а компанию отца признают банкротом. Дио в Америке встречает молодого паренька 15 лет Энрико Пуччи и завертелся роман шучу. Хотя Пуччи все-таки был награжден концом, бля, я не могу, пошлять на сама так с формулировки лезет. Наконечником стрелы был награжден. Где-то в 1988 году родители Бучилати разводятся после 10 лет семейной жизни. В 7 лет Бруно решает остаться с отцом. Мьюсия Миумиумилер родилась. Йошикаги идет 21 год, когда его отец Йошихиро умирает от рака. Ризотто в свои 14 до сих пор не может забыть человека, что сбил его сводного брата. Парень, крепись, тебе потом дадут стант с самым крутым именем. Также родились в сей год Эрмес Кастелло и Кена и Анаги, о которых, кроме бесячести, последнего ничего плохого сказать не могу. А теперь конкретный год, конкретная последовательность, а то, сколько не смотрю, многие люди путают, когда, что, а иногда и с кем было происходило. Так что давайте вносить официальные ясности дополнения и вообще. Поехали. 1988 год. Пуччи узнает правду о своем брате от миссис Блумарин. Через два месяца вскрываются такие станды, как Whitesnake и Веза-Репорты. После 16-летний Пуччи встречает Дио и происходит очень знаковый разговор. Где-то в июле уже Абдул сталкивается с Дио в Египте при полнолунии. Не знаю, наверное, это очень важно для их романтических отношений. В то же время Дио тестит свой сутант и открывает возможность останавливать время. Примерно в августе Кокёйн, путешествуя со своей семьей по Нилу в Египте, ну, как повезло, получает подарочек от Дио и теряет свою волю становясь его марионеткой. Просыпается Стэн Джотара, отчего и без того жизнерадостный школьник становится до невозможности бедесным. Начинается Стардаст Крусейдерс. Джозеф и Абдул едут в Японию, встречают интересных людей, потом мчат всей когортой по миру, разные там приключения, и я, пожалуй, не буду рассказывать все события, ибо, ну, это можно посмотреть в аниме или почитать в манге, а лишь, как и Каллипс, сосредоточусь на каких-то интересных моментах и фактах, которые, вам, я надеюсь, будет так же интересно узнать или закрепить, как и мне. Поехали. В день, когда Джостеры и компания покидают Японию, они попутно, ну, отчего время терять, 50 дней еще в запасе, хотя на тот момент уже, наверное, меньше, ну, ну, ладно. В общем, они убивают Грейфлая, и Джозеф переживает уже третью свою авиакатастрофу. Везение. Умирает Джей Гайл. Ха. После идет четвертая авиакатастрофа. Победа на Death 13. Это прям судьба какая-то у меня делать эту хронологию, хотя я про Death 13 знал, ну, ладно. 1989 год родился Нарушиса Анасуи. 16 января черный, 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 черный день в истории Джоджо. В один день происходит смерть Абдула, Кокейна, Иги, Ванила Айса, Нукисаку, Уилсона Филлипса и кучи ни в чем не повинных простых прохожих в Каире. Умирает Джозеф Джостер. Клянусь, при первом просмотре у меня сердечко чуть не встало. Однако, спасибо крови Дио, которая не совсем его, но Джозефу удается оживить. 17 января окончательная смерть Дио Брандо и тело того самого Джонатана Джостера. Оказывается, номер гонщика Формулы-1 Жана Алиси 28. Это будет важно, я надеюсь. Йошикаги Кира получает диплом по литературе и устраивается продавцом в городе Эс. Его ногти выросли больше, чем на 30 сантиметров. Ну и видимо, чтобы свести дебет с кредитом, рождается Унгала и Рикел. Ну это я про смерти в этом году. За 10 лет до смерти Кейчи и его брата Куясу видят, как Дио зарождает их отца своей плотью. Джоту разжигает дневник Дио. А в Лувре появляется картина под луной Андер Де Мун. Отбой, пацаны, помните, я говорил про Харуна Шообана? В свои 4 года понимает, сейчас все объясню, значимость для мира и моего видео и переименовывается в Джорно Джованно, ибо его мамма миа женится на итальянца и переезжает, угадайте, куда? Мать Бучилати тоже не теряет время и выходит замуж во второй раз за чувака из Милана. 1990 год Бедный Алессандро Нанини теряет часть руки в случае с вертолетом. Он тоже пилот Формулы 1. Прошел год после заражения и отца Нишимуру уже просто не узнать он зеленый. На протяжении всех 90-х годов полнорев и Джотура продолжает поиски оставшихся стрел. 1992 год 12-летний Бучилати убивает двух гангстеров, чтобы защитить своего отца. Попутно вступает в пассионы выбора-то особого нет. Семья пассионов в свою очередь начинает возить контрабасом наркоту из Азии на чем и начинает подниматься. Ризотто 18 лет пора веселья и любви а он убил человека что сбил его двоюродного брата после чего тоже вступает в мафию родилась первая женщина Джоджа ну в смысле как главгерой Джалин Куджа того и гляди скоро афро Джоджа будет Кира возвращается в Морио по работе его ногти снова 30 сантиметров пора 1994 на ранче 10 и его мать умирает от болезни глаз отец начинает относиться к нему с пренебрежением в то время как наш любимый Анжера совершает убийство и приговаривается к смертной казни ногти Киры снова 30 сантиметров согласно переписи в Морио 58 713 жителей но это ненадолго 1995 год снова 30 сантиметров плюс-минус 15 сантиметров Рохан в свои 16 лет выбирает путь Мангаки Ризотто исполняется 21 в подарок он получает Сутанду и вступает в пассиона 1996 год Рохану 17 он на 2 месяца переезжает в особняк своей бабушки в Морио встречает Нанаса той же ночью при загадочных обстоятельствах она исчезает как обычно с историями про Рохана закручивается лихой сюжет вскоре после Кишиба становится профессиональным мангакой наверное эта история на него так сильно повлияла ознакомьтесь за 3 года до начала четвертой части Тойохиро Канадаичи поселился на телефонной башне 1997 год 14 лет на ранчо присел в тюрячку на целый год знаешь что делают в тюрячке долбят в задницу через 5 лет после нападения банды отец Бучилати умирает от своих ран в больнице 1998 1 февраля Кира получает водительские права варианты прибавились сентябрь Анжера получает станд за 2 недели до исполнения его приговора октябрь Анжера переживает свой приговор и через неделю сбегает из тюрьмы где-то в декабре рождается Шизука кто это не серьезно ребят напишите в комментариях кто это фуга 13 лет закончил колледж нихуя себе 1999 год Наранчо выходит из тюрьмы болит левый глаз семейное наверное ну и там друзья все его бросили так один из важных фактов фуга приводит Наранчо к Бучилати Наранчо ложится в больницу на 3 недели 6 месяцев спустя Наранчо втихую идет к Польпа и проходит его испытание иногда такое ощущение что сценарий к итальянскому мылу зачитываю ей богу блин хочу чтобы Наранчо Черентано сыграл в 6 лет а Джотура тем временем бродит по японским деревенькам ну наверное у него хобби такое теперь до 20 января Маришита Ичира покупает билетик спорт лото Морио аккурат 20 января победитель спорт лото может забрать свой приз где-то в январе за 4 месяца до встречи с Коичи Тамами получает стенд в феврале Рохан возвращается в Морио и получает стрелой в колено как и Шигечи где-то в феврале Юкака тоже получает станд начинается Diamond is Unbreakable и заканчивается вторая часть этого видео да-да-да-да я знаю что говорил что вторая часть закроет все до перезапуска вселенной но тогда я и представить себе масштабов проблемы не мог это видео уже по хронометражу больше первой части а ведь по сути еще про Даймонд только началось а так еще золотой ветер и каменный океан после которого еще одна часть еще одна онгоингом но могу лишь пообещать что перерыв между этой и третьей частью будет не таким большим как до этого и уж точно в нем до конца слоуноушена дойдем спасибо огромное онлайн переводчику спасибо нашему Джоджо фандома спасибо забугорному тому же фандому спасибо артбук Джоджо 6251 о ком я наверное в описании напишу спасибо моей девушке что не кричала на меня когда я мешал ей спать работая над этим видео спасибо Кристина честно спасибо вам всем вам за то что остаетесь со мной увидимся в скором времени пока до сих пор